Добрый день, дорогие друзья! Это может быть, ведь прямой эфир на то и нужен, чтобы, собственно говоря, с вами, дорогие наши друзья, общаться и выслушивать ваши какие-то интересные советы. Что ж, сегодня мы назвали нашу программу так «Весна, стиль, красота». Действительно, весна – это, наверное, то время, когда хочется как-то обновиться, это вообще время обновлений каких-то природы у нас оживает, и, конечно же, хочется обновить свой гардероб. Но прежде чем, наверное, обновить гардероб, прежде чем отправиться в магазин, необходимо узнать, что же нам несут модные тенденции, что же хотят видеть на нас дизайнеры, стилисты. Ну и, конечно же, узнаем, как же правильно подобрать цвет, который подходит именно тебе. 202-11-22, быть может, вы захотите адресовать именно свой вопрос нашим сегодняшним гостям. Я пока их представлю, а вы думайте, задумайтесь над своими вопросами, над какими-нибудь предложениями, потому что сегодня будет, я думаю, очень-очень интересно. Итак, у нас сегодня в студии две замечательных Натальи, две прекрасных, которые, ну, просто-напросто уже вселяют, наверное, в нас весеннее настроение, потому что, действительно, пусть за окно немножечко не погодится, но хочется видеть яркие краски. Хорошо, что они у нас в эфире уже есть. Итак, Наталья Московских и Наталья Павлова, имидж-стилисты. Здравствуйте. Девушки, ну, вот я так объявила нашим гостям, нашим зрителям, что сегодня узнаем, как же подобрать гардероб именно под себя, именно цветовую гамму. Вот хочется, собственно говоря, из этого вопроса спросить, начать вообще, можно ли как-то действительно определить цветовую гамму? Как вообще необходимо понять, что относится к человеку и так далее? Давайте делитесь. Конечно, можно. Все же мы дети природы, и каждый год, каждое время года мы наблюдаем удивительную картину гармоничного цветового сочетания, которое являет нам природа. Нам просто нужно быть внимательными, наблюдательными и впитывать все, брать от природы. И все, что является гармонией цветов природы, передано человеку, раз мы дети. Все мы знаем, что есть четыре времени года – весна, лето, осень, зима. И существует такая теория определения цветотипа внешности человека по теории времен года. Делятся они на холодные и теплые. К холодным цветотипам внешности относятся лето и зима, а к теплым – весна и осень. Ну, конечно, не нужно температурный режим брать свое внимание, да? А прежде всего цветовое решение – то решение, которое дает нам гармоничная природа. Определить эти цветотипы можно по четырем признакам. Цвет кожи, цвет волос, бровей, ресниц, цвет глаз. И есть такие вторичные признаки, например, как загар у человека есть или нет, и какого он цвета. Веснушки. Веснушки, например, да, тоже какого цвета. Вот это основные характеристики, по которым можно определить цветотип внешности. Ну, давайте с вами разбираться поконкретнее. Мне кажется, уже многие девушки, мужчины, всегда думают, так, кто же я? Весна, лето, зима, осень. Рассказывайте. Ну что ж, давайте начнем с самого распространенного в нашей стране цветотипа. Это лето. 65% населения в нашей стране характеризуется цветом волос от светло-русого до темно-русого. Цвет глаз серо-зеленый, серый, зеленый, просто голубые, светло-карий, но обязательно, чтобы был холодный оттенок. И мы подготовили некоторые фотографии. Да, у нас есть фотографии как раз цветотипа, которые относятся к лету, чтобы распознать, да, кто же вы являетесь. И сейчас наши режиссеры как раз выведут фотографии на экране. Обязательно, чтобы у лета цвет волос был с пепельным оттенком, таким серым, с сизостью такой, с дымкой небольшой. И веснушки также могут быть серого цвета. Ну вот, собственно, природа, которую мы все ждем, природа, да, вот такая яркая, интересная. Но уже немножечко вывелена, вывелена такая. Характерный цвет для лета – это мятная палитра и ивовые оттенки в зеленом цвете. Это мы как раз видим один из оттенков, который может подойти цветать палитру. Вот палитра. Это в общем палитра, такая вкратце, видите, она такая, немножко с дымкой такая. И все как будто разбеленными красками, не яркими, не сочными. Как действительно летом бывают выцветшие краски. Вот характерный представитель цветотипа лета – девушка с пепельными оттенками волос и холодными глазами. Посмотрите, какие у нее прям ледышки в глазах. Такие представители у нас есть. То есть это такая девушка, действительно, многие встречаются на улице такого типа. Да, очень часто в нашей стране. Также пепельный оттенок волос. Давайте проговорим по цветам. Но мы видели какую-то палитру. Извините, перебиваю. Вот Кэмерон Диос – яркий представитель лета. И вот можно смотреть, как одевают ее стилисты. Ее прекрасно одевают стилисты. И учиться у них, собственно. И можно подбирать. Да, можно подбирать. Хорошо. Давайте как раз пошли у нас цвета. Цвет безмятежная лаванда. Очень, очень подходит для цветотипа лета. Особенность, в особенности с бежево-коричневыми такими оттенками. Очень благородно и аристократично будет смотреться. Серая палитра у лета достаточно нейтральная. Такая, она может быть чуть посветлее, чуть потемнее. Вот чуть темный на фото. Вот этот чуть посветлее. Серебристый. Да, серебристый такой оттенок. Да, собственно, про лето, наверное, все. Следующий цветотип… А, ну вот еще у нас одна фотография осталась. Желтый. Обязательно, чтобы в цветотипе лета желтый практически не читался. Был таким, знаете, в шифоне хорошо его использовать. Также вот синяя палитра тоже с такой сизостью и дымкой. Следующий у нас цветотип – это зима. Холодный колорит. 15% населения в нашей стране. Да, давайте сразу мы их покажем. Да, давайте, конечно. Мы будем сразу комментировать, рассказывать про цветотипы зима. Вот все краски природы. Очень яркие. Цвета для зимы подходят очень яркие. Только мороз и солнце. Да, такие контрастные. Почему-то, конечно, не по очереди, но ничего страшного. Яркими представителями являются девушки с темными волосами, с темными глазами. Цвет, может быть, цвет волос может колебаться от темно-коричневого до и сине-черного. Цвет глаз может быть как льдистый, так и какой-то зеленый, в принципе, коричневый, черный. Вот показана палитра в общем. Смотрите, какие яркие контрастные оттенки. Да, действительно, если лето был такой дым, это ярко. Немножко такие даже неоновые. Вот в желтом цвете такой неоновый даже цвет. И розовый, видим, такой яркий. Если это вот красная палитра, то это все фуксии прекрасные и так далее. И едко-малиновые прекрасные. Как раз мы видим представителей. Николь Шерзингер, да, яркий представитель зимнего цветотипа. Слушай, ну она такая загорелая, неужели зима. Итальянская зима, есть два вида зима. Итальянская зима? Итальянская зима, да. Хорошо. Почему-то всегда представляла, что зима это такая белоснежка, которая белая кожа, темные волосы. Как раз вот белоснежка, белая кожа, льдистые глаза, такой цвет оттенок, голубой такой. И черный волос, вот как раз, да, белоснежка как раз подходит. Очень рекомендуется носить таким девушкам и мужчинам, в том числе, фиолетовый цвет. Очень красивый, будет подчеркивать сияние кожи, цвет глаз прекрасно подчеркнет. Если это желтый, то это вот такой неоновый, немножко на грани слаймом цвет. Немножко искусственный желтый. Вот такой вот. Если да, лето это были какие-то природные желтые, я имею в виду такие вот прозрачные. Слушайте, ну, хорошо. Такие фуксии. Я думаю, закончим зимой. Да, конечно. Какие еще есть у нас цветотипы? Есть, ну, соответственно, осень и весна, это теплые цветотипы внешности. Черный, извините, сейчас черный это зимний. Да, черный, да, прекрасно подойдет зиме. И так же, как и белый, там, на первом фото, которое мы смотрели. Да, ну, если говорить о весне, вот какие ассоциации у нас возникают, да, когда мы посмотрим, ну, конечно, не сейчас за окном, а когда уже распускаются листочки, это очень нежно, зелено, сочно, воздушно. Вот люди, как бы природный колорит у этих людей – это золото. Если блондинка, то она уже будет не пепельного серого оттенка, она будет золотого, пшеничного, янтарного оттенка волоса. Ну, соответственно, ресницы и брови такие же. Цвет кожи персиковый, абрикосовый, цвет губа, оттенок такой коралловый носит. Глаза светлые, конечно же, это зеленые. Да, и лето, мне кажется, вы как-то описываете одинаково. Ну, вот мы видим, это сейчас весна. Да, ну, просто, да, это весна, но вот смотрите, какое золото уже, да, янтарь такая, медь. В волосах, в волосах, да. У лето никогда не будет золота в волосах. У них будет пепел, серость. Посмотрите, какой теплый оттенок глаз. Да, и сразу видно, что свет на глазах, но они теплый оттенок несут. Мягкие, очень чистые. Мягкие, очень чистые, да. Вот Николь Кидман, яркий представитель цветотипа весна. Это золотистые янтарные волосы. У них есть веснушки. Они, в отличие от лета, будут не серыми, а золотыми. В общем, природный колорит цветотипа весна – это золото. Вот если вы видите девушку с пшеничными волосами, это точно можно сказать, что она относится к цветотипам весны. А, про палитру давайте поговорим весны. Ну, вот в палитре весны все оттенки того же зеленого, что мы видели летом, мятные, да, но здесь они более сочные, весенние, нежные. Если голубой – это, да, свет молодой, ну, мы должны просто наблюдать за природой. Вот вы смотрите, как сочетаются цвета в природе, и точно так же можно переносить это все и на одежду. То есть весной это все будет нежно, сочно, ну, так приглушенно, не так ярко, как у осени, где есть погрянец. То есть весна – это золотой, ну, такой немножечко такой мягкий, очень мягкие оттенки цвета. Вот палитра, например. Конечно, здесь не все цвета, которые подходят, но в общем мы постарались описать. Такие базовые, скажем. Да, такие базовые, да. Если сейчас говорить о цветотипе осень, то это уже, конечно, ну, что у нас какие-то листья? Это багряные, желтые. Вот опять же природная. Да, вот, например, да. Ну, это совсем уже другое, хотя это тоже теплый цветотип внешности, но багрянец везде, везде краснота. И люди, цвет волос у них точно такой же, с красным потоном. Это уже будут темно-коричневые волосы, рыжий цвет, но он будет насыщенным, таким медным цветом. Веснушки тоже есть, но они не золотые, как у цвета типа весна, а уже более коричневый оттенок носит. Это губы вот такого, знаете, болезненного красноватого потона. Глаза уже яркие, это может быть цвет морской волны. Медные волосы. Да, вот, допустим, да, медные волосы. Это тоже 100% осень. Очень красивые, насыщенные цвета, богатые краски. Джулия Робертс, да. Джулия Робертс, уже яркий представитель цвета типа осень. Но, к сожалению, вот эти люди не загорают. Почему-то вот их кожа вообще не воспринимает солнечные лучи. Это тоже характерный признак определения цветотипа внешности. По оттенкам давайте пробежимся с вами осенью. Очень насыщенные. Да, тут все в красных таких густые. Если зеленый цвет, он уже будет болотным. Таким табачным, болотным. Ну, вот, трава, она уже такая пожелая. Люблю я такие оттенки, расскажите, вот люблю. Это очень красивые, да. Расскажите, подойдут ли они мне или нет. Вот такой вот, я, к сожалению, редкий, 5%, но очень такой красивый и насыщенный цвет. Если это желтый, то это гитарный, такой яркий. Там цвет желтка такой прям густой. Вот цвет хаки, табачный. Ну, что, я могу сказать, что везет в весне, ой, осень. В осени везет, ну, по крайней мере, это лично в моем мнении. Очень мне нравится их оттенок. Вот палитры в основном осенние. Ну, это, конечно, не все же опять представлены. Но опять видно разницу между весенними, да, в весенней палитры и осенней, где густые, такие темные уже, тона присутствуют. Хорошо, ну, давайте раскрывайте теперь карты, посмотрите на меня, кто есть я. А вот у вас натуральный цвет волос? Натуральный цвет волос. Натуральный цвет волос. Ну, вот он немножко таким пеплом отдает, да? Это месяц лет. Конечно, лет. 65% в России у нас цветотип лета. Конечно. То есть я отношусь к обычному лету. Ну, что ж, хорошо, ладно. Лет люблю. У лет очень красивая палитра. Есть тоже, конечно, и сочетание красивой, и палитра красивая. Хорошо, смотрите, девушки, на что обратила внимание, особое внимание. Смотря фотографии, просматривая, не знаю, может быть, так совпало, но черный цвет присутствовал только в зиме. Ну, это же базовый цвет, который, не знаю, маленькое черное платье, мне кажется, есть у всех. Должно быть у всех, как кажется. Да, в гардеробе. Можно ли носить каждому черный? Черный тоже бывает разный, но тотальный черный, вот в своем проявлении черный-черный, может выдержать только цветотип зима. Если осень, представитель осеннего цветотипа очень хочет одеть черный, ему нужно выбирать с немножко баклажановым тоном. Если это, если лето, если вот Юля, ты захочешь одеть черный цвет, выбирай черный, чтобы был немножко с серым тоном и с синим тоном. Весне противопоказан категорически. Категорически, да, потому что цвет кожи будет землистым. Убьет напрочь всю прекрасную нашу весну. Нежную, сочную, воздушную, черный цвет убьет, ни в коем случае. Также, на самом деле, и с белым. Белый может выдержать только зима, чисто белый, кипельный. Если весна и осень хочет одеть, немножко сливочный должен быть оттенок с капелькой желтого. Если лето захочет одеть, то, естественно, так же с серым и синим потоном. Хорошо. Ну, такими контрастными и самыми базовыми цветами разобрались. Предлагаю перейти, собственно, к сочетанию цветов. Но прежде давайте зададим вопрос нашим дорогим телезрителям. У нас сегодня фото-вопрос, собственно говоря, ответив на который попадете в киновертикали на любой сеанс. Билеты в кино разыгрываем на двоих, конечно же. Внимание, собственно говоря, смотрим на экран. Откуда же вот такой замечательный у нас кадр, из какого же фильма? Ну, конечно же, связан он у нас с модой, с красотой, со стилем. 202 на 11.22. Отвечайте, получите два билета в кино. Киновертикаль ждет вас на любой сеанс. Тянут у нас модные эксперты руки. Нельзя. Нельзя гостям, нельзя ведущим, собственно говоря. Ну, я думаю, наши дорогие телезрители, конечно же, смогут ответить на этот вопрос. А вы наверняка уже смотрели этот фильм, и не раз, и интересно все равно посмотреть. Давайте с вами о сочетании цветов. Я знаю, что у вас есть какой-то круг, и у нас есть и на фотографиях, как сочетать цвета, собственно говоря. Да, есть так называемая теория цвета, где вот есть цветовой круг, такой понятие, как цветовой круг, который облегчит нам, скажем так, всем жизнь и понимание того, как сочетать цвета. Самый по теории цвета, да, вот, например, вот он. По теории цвета каждому холодному оттенку соответствует гармонично, причем соответствует теплый. Например, вот у красного это будет зеленый, или у желтого это будет фиолетовый, у синего это будет оранжевый цвет. То есть мы видим, что напротив. Это гармоничное сочетание, да, это комплементарные цвета. Не бойтесь этих сочетаний. Да, это гармоничное, но, конечно, они очень яркие, понятно, что они яркие, нужно аккуратно, но это гармония, вот, по теории цвета. Да, кажется, что очень-очень противоречиво. Слышь, они называются комплементарные, то есть противоположные. У нас есть звонок, давайте сначала премиум звонок от нашего телезрителя и продолжим, собственно говоря, нашу теорию цвета. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Лилия. Лилия, очень приятно. Ну, скажите, пожалуйста, любите ли моду, увлекаетесь ли стилем, ходите в какие-нибудь мастер-классы? Да, очень-очень люблю. И хотела бы поблагодарить ваших сегодняшних гостей за то, что рассказали очень много полезной информации, все очень интересно. Прямо слушаю. Хорошо, замечательно. Не моргайте. Не моргайте, замечательно, потому что еще очень много интересного ждет вас, очень много интересных советов и тенденций модных. Ну, а для начала давайте с вами посмотрим, насколько же вы знаете модные фильмы у нас. Из какого фильма этот кадр? Это Энн Хатвей из фильма «Кадр. Дьявол мастер-браво». Ну, слушайте, браво вам, конечно же, билеты в киновертикаль достаются именно вам. Я вас поздравляю, ну и желаю вам ярких красок, наверное, вот так вот. Что ж, продолжаем, давайте рассказывать про цвета. Да, если говорить вот о комплементарных цветах, есть менее такое, скажем, контрастное, гармоничное для глаза, более мягкое сочетание противоположных цветов. Оно называется комбинированно-комплементарное. То есть, когда одному цвету соответствует гармонично два противоположных холодных тона. Например, вот, ой, это вот сейчас, к сожалению, нам показывают аналоговые цвета, когда три цвета в круге сочетаются. Которые рядышком стоят. Да, это очень спокойное, мягкое сочетание. Это сочетание близких по цвету цветов круги. Надо отметить, что такое сочетание аналоговое, близких, да? Это у нас было... Это как раз комплементарное. Когда красному цвету гармонично подходит зеленый цвет. То есть, можно крутить это напротив, напротив. А теперь к аналогу давайте вернемся, который рядышком стоит. Такое сочетание очень нравится мужчинам, подсознательно. Они будут делать вам комплименты, если вы оденете такую гамму. То есть, как-то это вот... Уже из психологии, но... Из области психологии, но это тоже важно знать. Мужчины не любят экспериментов, я так понимаю. Они не любят то, что стоят подлиже, привычные. Ну, вот аналоговые, да, сейчас мы видим тоже на экране сочетание аналоговых цветов, близких. Хорошо. Ну, и такой вопрос под занавес нашей беседы, собственно говоря. Неужели вот знание своего-то цветотипа, умение подбирать свой цвет, поможет, собственно говоря, создать гармоничный образ? Или что-то еще необходимо? Ну, конечно, этого недостаточно. Нужно знать свою стилистику от природы. Как правило, их несколько. Уметь правильно сочетать аксессуары, которые подходят под эту стилистику. Нужно знать достоинства своей фигуры, уметь правильно их подчеркивать. Подчеркивать. Знать недостатки и уметь правильно их скрывать, а не наоборот. Сделать коррекцию фигуры. С помощью костюма это возможно. Да, и мы вообще очень часто в жизни недооцениваем значение одежды, вообще, в принципе, значение цвета. Так, одевая, что попало, как-то подойдет, и как-то мы... Не задумываемся никогда. Не задумываемся совершенно. А это может поспособствовать правильной жизненной какой-то там позиции, да, и может расположить людей. Что необходимо, обращаться к стилистам? Конечно, если вы хотите создать правильный гармоничный образ, конечно, профессионалы долго учатся на это. И, поверьте, вы не пожалеете. Вы занимаетесь таким подвором? Да, конечно. Конечно, можете обращаться к нам. Можете искать нас в ВКонтакте. У нас есть имидж клуб New Look. Пожалуйста, обращайтесь. Хорошо, дело. Приходите к нам в гости. Спасибо вам большое за весьма интересную беседу, за весной познавательную беседу. Это очень важно. Я думаю, об этом можно говорить действительно бесконечно. И поэтому мы периодически в универсальном формате создаем такие темы о моде, о стиле, о красоте. Ну что ж, а что же нам готовит весна, которая вот-вот-вот уже скоро наступит, по крайней мере, я имею в виду по погоде, узнаем в следующей части нашего эфира. Медицинское обмундирование только ради создания красоты. Работать с эпоксидной смолой нужно осторожно. Помимо сильного запаха, это еще и суперклей. Актриса Анастасия Карпинская играет в театре «Самарская площадь», занята в спектаклях «Чайка», «Геростраль», «Женитьба». Но, говорит, творчества много не бывает, а потому вечерами создает вот такие украшения. Я работаю с эпоксидной смолой. Для того, чтобы начать работу со смолой, нужно сначала ее замешать. Замешивается она в определенных пропорциях, и так как эта смесь химическая довольно-таки вредная, то обязательно нужно пользоваться маской и перчатками. Удовольствие от хендмейда ни с чем не сравнимо, говорит актриса. После тяжелой репетиции или спектакля так приятно остаться наедине с собой и переключиться на процесс, требующий тишины. В такие минуты время летит для нее незаметно. Друзья и коллеги вновь открывшийся талант оценили по достоинству. Друзья все счастливы и рады. На 8 марта весь театр получил подарки, поэтому грех жаловаться им. Для себя еще пока даже вообще ничего не сделала. Все только на подарки. Счастье, когда ты кому-то подарил этот подарок, а на следующий день приходишь и видишь, что этот человек в твоем изделии, и он горд этим, и ему нравится то, что тебе нравится. Естественно, у меня слезы на глаза просто наворачивались, когда я видела, что кто-то ходил в моих изделиях. Украшения из смолы не единственная отдушина Анастасии. Фетр, проволока и бисер, буквально все преображается в руках мастерицы и становится изящной вещицей. Что ж, ну мы встречаем наших новых гостей, собственно говоря, которые нам расскажут. Ну, они, во-первых, припасли уже много интересных, много каких-то интересных вещей, много интересных луков, такое модное слово, да, как мы знаем. Итак, ну, знакомьтесь, либо встречайте Анастасия Камышева, имиджмейкер. И, собственно говоря, две девушки, которые нам помогут рассказать о каких-то модных тенденциях. Это у нас Алина и Юлия. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, ну делитесь, давайте. Что же нам весна припасла такого самого интересного? На что стоит обратить внимание? Вот идем в магазин. Что нужно отмести, на что нужно присмотреться? Наверное, то, что в первую очередь стоит обратить внимание, это на стилистику 70-х. Он просто и скромно заявил себе, они ворвались в нашу модную жизнь, и отсюда все тенденции, которые связаны с 70-ми. Это крестьянский стиль, это стиль хиппи, это стиль сафари, этника, и все вот эти проявления этих, соответственно, тенденций стилистических, они в каких-то отдельных деталях. Стилистика 70-х это длинные платья, это вышивка, мережка, летящие силуэты, тонкие ткани, вязаные вещи, сетка. И параллельно с этим существует такая стилистика, которая из 90-х. Это стиль где-то гранж, да, гранжевые 90-е, есть еще такое понятие. И вот эта стилистика, она как раз дает свободу самовыражения еще большую. И, надо сказать, нет такого диктата ни одного стиля, они очень пересекаются. И стилистика 70-х тоже не цитируется, она дополняется, стилистика 70-х и миксуется, соответственно, с современными аксессуарами. И стилистика нормкор, которая уже не один сезон, уже так стучится и уже завоевала позиции. Вот это основное, ну, конечно, детали. Хорошо, давайте разберем образы наших замечательных девушек. Ну, во-первых, хочу обратиться сразу с вопросом. Алин, комфортно ли? Да, очень комфортно, очень удобно для повседневной жизни даже или куда-то выйти вполне замечательно. Поскольку я люблю свободную одежду, это для меня самое подходящее. Ну, хоть и свободная, но я вижу юбка. Все равно, мне кажется, юбка, она заставляет девушку быть девушкой. Она заставляет как-то аккуратнее сидеть, аккуратнее двигаться. Верно ли это? Ну, такая юбка тем более позволяет, поскольку она свободная. Но заметьте, что она из такого, из очень модного ткани. Я думаю, у нас Алина даже может пристать, чтобы рассмотрели, собственно говоря, ее стиль. А я немножко, да, сюда. Я немножко объясню. Вот как раз эта юбка из модной ткани, сетка, которая очень актуальна. И если мы покажем зрителям, что сочетаем мы ее, и юбку, и весь лук с модными Оксфордами на платформе, и бомбером, который и с сеткой как раз отделан, и сам по себе еще модного синего цвета, и вместе это такой вот игривый и супермодный образ получился, позволяющий как раз хулиганить, что любит Алина. Замечательно. Юлия, давайте ваш выход, ну, собственно говоря. Нравится ли вообще? Нравится. Скорее всего, это вечерний для меня больше наряд. Я бы в театр, допустим, сходила бы, возможно, в университет. Да, потому что это очень интересно. Я могу, да, продемонстрировать в плане того, что здесь у меня как будто бы юбка. На самом деле это штаны, брюки. Слушайте, я бы вообще никогда бы... Никогда бы никто не догадался. Очень удобно. То есть я не фанат, допустим, юбок, но тут это скрытый вариант. Я очень довольна. Я думаю, вы, Юль, можете развернуться на камеру, собственно говоря, показать нашим телезрителям, как это выглядит. Анастасия, комментируйте, пожалуйста. Комментирую. Во-первых, это юбка и брюки вот в одном. То, что очень актуально. И длины, я обращаю внимание на длину середины икры, которая как раз из 70-х и очень актуальна в этом сезоне. И пудра, которая присутствует в оттенке, такой нежный оттенок в джемпере. И сама отделка джемпера, да, это прозрачная ткань. Это очень актуально. Именно вот такое ненавязчивое применение прозрачных тканей. И особенно в спортивных вещах. И если вы заметите, что и в первом луке, и во втором сразу присутствует несколько модных трендов и в образе, и в вещах. То есть и в самом отдельно взятом джемпере, и в сочетании. Ну и, конечно, такой комплект. Самое сочетание. Мы поддержали цвет джемпера в обуви. Универсальные и очень модные туфли на каблуке. Ну и, естественно, это тоже можно применить. Все спортивной обувью. И вот это сочетание, оно очень актуально. Ну и здесь бы я заменила тогда джемпер. И в предыдущем луке была спортивная обувь, которая именно в сочетании с базовыми вещами дает тот самый нормкор. Замечательно. Юля, присаживайтесь, пожалуйста. Но я вижу, вы тоже сегодня так хулиганистно немножечко у нас нарядились. Да, это вот как раз проявление этой стилистики нормкор. Мне это очень нравится, потому что когда базовые вещи, брюки а-ля мужские, да. А пиджаки, вот именно не жакеты женские, а пиджаки без талии, такие оформленные прямого силуэта, сочетаются либо с джинсами, либо с брюками и со спортивной обувью. Это то, что как раз вот да, позволяет хулиганить и позволяет свободно перемещаться. Анастасия, ну, знаю то, что вы тоже проводите мастер-классы, проводите семинары, на которых, собственно говоря, разъясняете людям, как стоит одеваться. Правильно ли это? Да, конечно. На какие темы, на какие самые базовые темы, ну, не знаю, привлекают внимание, какие самые популярные? У вас есть несколько фотографий, которые вы представили, образы. Как-то по запросам это все телезрители, скажем так, либо вы диктуете? Я всегда на тренингах, мастер-классах задаю вопрос, какие темы вам интересны, и мне даются, все говоря, обратная связь. Семинары, да, да, да. А мне дают обратную связь, что хотят. И вот мы очень любим «Хочу умный гардероб». Это такой самый хит, который мы уже, я уже повторяла три раза, говорю мы, потому что вот как раз девушки-помощницы всегда присутствуют, и сами участники мероприятия, они тоже участвуют, им очень интересно, и иногда смена происходит буквально на глазах. Это модные тенденции всегда, это аксессуары, очень пользуются интересом. И вот новое, то, что очень хочу привести, это имидж и возраст. Имидж и возраст. Да, потому что, причем это, не нужно ассоциировать, что обязательно это возрастной имидж. Нет, каждый имидж должен, соответственно, сформирован с возрастом, и именно вот об этом будет речь. Слушайте, это очень интересно. Тенденции, его даже нет, этого анонса, но вот он прям. Слушайте, мне кажется, это будет очень интересно. Сама бы с удовольствием посетила бы такой семинар, потому что, мне кажется, для каждого, для своего возраста, есть определенный гардероб, который необходимо именно в этом возрастном периоде использовать. Что ж, давайте, собственно говоря, рассмотрим те наряды, которые принесли вы, рассказывайте, откуда, где можно приобрести, что это у нас такое. Я немножко, да, подвину. И мне очень повезло, потому что как раз эти вещи я собрала все в одном мультибрендовом бутике, да, который находится в Инкобе, третий этаж. Это и Талстори. И почему? Потому что там собраны все тренды, все тренды сезона. И когда я собирала именно луки для мероприятий, я спрашиваю, это есть? Есть. А это тоже есть. Ну, в общем, как в Греции. Итак, удлиненное платье. Все, что вот вообще я буду говорить, это как раз относится либо к стилистике 70-х, либо к стилистике 90-х. И, конечно, хочется мне в первую очередь это платье-рубашка. Оно красной нитью через именно стилистику и спортивную, от которой произошла стиль сафари. Это и крестьянский стиль платья-рубашка, в которых удобно. И вот это платье-рубашка универсальна. Причем оно может быть совершенно разного цвета, совершенно разного силуэта. Слегка притального, клешоного, шифонового. Простая ткань, абсолютно длинный рукав, короткий. Такая простая деталь и превращает любое платье в платье-рубашку. Я очень рекомендую. А ближе к крестьянскому стилю вот такая вот сжатость, мятость, невнятный цвет, который отдельным трендом идет. То есть, опять же, мы видим сочетание нескольких трендов в одном платье. То есть, легкая ткань, да? Легкая сжатая ткань, удлиненный опять летящий силуэт и вот этот невнятный цвета, такие сложные цвета. Вот это прям крестьянская стилистика, очень модная. Вот это отделка шитьем. Вот этот цвет, такой природный цвет, очень моден лен. Либо вот такие ткани, которые а-ля лен, это тоже очень актуально. Мне кажется, он с весенней моды в летнюю спокойно перекочевывает. Вот такое вот интересное. Конечно, да. Из таких отдельных вещей, которые актуальны, это, конечно, комбинезоны. Они уже, скажем так, не первые. Все, ну вот такой их торжественный выход в этом сезоне, да. И опять же, вот несколько трендов. Комбинезон, белое-черное сочетание и перфорация. Перфорация тоже очень актуальна. И вот в таком варианте комбинезон. Причем длина может быть комбинезона и модные миди, и длинные варианты. То есть, совершенно разные варианты, что может, каждый может выбрать свой. И, конечно, это платье-майка. То есть, тоже как отдельный тренд. Длинное платье-майка. И, опять же, несколько трендов. Платье-майка, надписи, как отдельный, то есть, такое отдельное направление. Диспоставки, опять же, сочетание. И перфорация, да. И вот эта вот перфорация, то есть, опять же, модно-модная вещь. То есть, это для девушек, которые очень хотят сразу показать, что они в курсе всех трендов. И, прошу прощения. Это платье. Это платье, которое вот такого образного силуэта. То, что оно в полоску, это уже, да. Потому что полоска либо двухцветная, либо вот такая многоцветная. Она очень актуальна. И вот такая деталь, как пришитый валан. Это тоже очень-очень модно. Причем валаны могут быть. То есть, я так понимаю, что подол платья у нас разной длины? Да, да. Ну, здесь еще присутствует асимметрия подола. И вот этот вот вариант валан, он моден и на платьях, и на юбках. И, конечно, я обошла внимание вот такое. Это я оставила. Горох. Горох. Здесь правильно выбрать размер, но он очень-очень модный. Слушайте, ну, здесь крупный горох. Не будет ли он, собственно говоря, укрупнять представительность прекрасного пола? Ну, это, я бы сказала, средний, ну, чуть больше среднего. Нет, он не будет никаким образом укрупнять. Он даже будет делить вот это пространство, особенно эту светлую ткань, вот этими темными пятнами. И очень красивое сочетание. Что ж, замечательно. Очень интересно, очень красиво. Я вижу какой-то такой серебристый цвет. Да, спасибо, Юля. А серебристое, это, опять же, во-первых, видим надпись актуальная. И вот это напыление, либо глянец на тканях, это тоже очень-очень модно. И это можно сочетать и с комбинезоном, и с джинсами, это будет, так скажем, банально. А вот с какими-то брюками классическими, да если еще это заправить. Потому что вот это заправить, не заправить, ремешок, не ремешок, это вечные вопросы, которые всех волнуют. Слушайте, действительно, потому что на таких мелочах, наверное, и строится образ, и только на каких-то мастер-классах, на каких-то консультациях, наверное, со стилистом возможно что-то такое и понятие получить. Потому что я лично, ну, честно, поделюсь, сегодня перед эфиром тоже очень долго думала, куда же мне что же сделать, куда же мне повязать пояс, либо под тунику, либо под кардиган, либо и так далее. Это очень сложно. У вас как раз все правильно и красиво. Да, ну все, замечательно. Я рада. Какое-то внутреннее чутье мне подсказало. У нас есть еще папка фотографий, которые мы посвящаем нашим мужчинам. Собственно говоря, не забываем и о них. Небольшие комментарии. Прямо у нас стоится не так много времени. Но я думаю, мужчина обидится, если мы им не уделим время. Что модно для них? Да, двубортные пиджаки, они действительно появились. И, скажем так, они могут быть более объемными, менее объемными. В данном случае вы видите картинку, где объемный пиджак, объемные брюки, такая балахонистость. И опять же там и рубашка, и безрукавка. Многослойность такая. Да, многослойность, причем с элементами спортивности. Опять видите, спортивная обувь, она присутствует везде. Футболка поверх рубашки, это перешло с того лета. И сочетание вот таких классических вещей с спортивной обувью очень актуально. Костюмы из джинсовой ткани никто не отменял. Принтованные рубашки, опять же, видите, классические брюки плюс спортивная обувь. То есть вот этот спорт, он везде добавляется, что в женском образе, что в мужском, и добавляет вот этот вот шик. То, что вот добавляет вот правильность именно современности образа. Что ж, ну у нас есть совсем мало времени до конца эфира. Ну а я забыла загадать, собственно говоря, вопрос второй. Выиграют ли сейчас, успеют ли, собственно говоря, на скорость у нас задания? Из какого фильма этот кадр, который вы видите на своих экранах? Ответив правильно, получите билеты на концерт группы Айова, который состоится 19 апреля в Максимилинсе. Так или иначе, звонки принимаем и после эфира, если вдруг сейчас не успеете к нам дозвониться. Ну все, уже на 202, 11-22, хочется знать своего героя. Собственно говоря, по голосу, по крайней мере, увидеть мы не сможем его, но по голосу. Опять же, фильм связан так или иначе с покупками, с магазинами. Ну это я так намекаю уже, собственно говоря, практически вам подсказываю вариант нашего ответа. За эфиром, я думаю, нам дозвонится телезритель. Ну а пока какие-то модные советы, наставления нашим телезрителям Анастасия от вас. Что желаете этой весной? Этой весной, ну, наверное, добавить, знаете, убрать немножко, есть такое понятие пафосности образа. То есть вот это я рекомендую, то есть его сделать попроще, поненавязчивее. Это рассмотреть журналы и обратить внимание, это в целом, вне зависимости от того, какая стилистика. Стать игривой, стать немножечко шальной. Возможно, проще, да, попроще. И вот это, убрать вот эту вот царственность образа, у кого особенно она перенасыщена царственностью. Спасибо большое, Анастасия. Что ж, я думаю, вы сегодня много нового о себе узнали. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин